Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Давайте снова возвращаться на финансовые площадки, погружаться в эту спекулятивную среду, потому что возможностей по-прежнему очень много. И даже если мы сейчас не можем найти, скажем, по факту статистики хороших макроэкономических поводов для дейтрейдинга, мы прекрасно понимаем то, что уже накануне было достаточно фундаментально серьезных событий, которые уже создали хорошие предпосылки для таких статистических, тактических инвестиционных идей, продолжающих отыгрываться по сей день. Мы знаем то, что сейчас невероятным интересом пользуются фунт, американская валюта, евро, австралиец, канадец. Действительно, по каждому активу сейчас достаточно фундаментальных новостей. И я предлагаю, в принципе, освежить память касательно того, что же сейчас выступает триггерами и катализаторами движения этих валютных инструментов. В ходе брифинга традиционно произнесу кодовое слово. Напомню, что оно дает вам право получить дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Это бонус на пополнение, чтобы воспользоваться им, достаточно связаться с вашим персональным менеджером, произнести кодовое слово и потребовать зачисления этого бонуса. Бонус действует до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра и величина его сегодня 5%. Неплохое подспорье для уже текущих и актуальных ваших депозитов. Давайте переходить к нашему брифингу. Собственно, начнем, как всегда, я думаю, что все прекрасно знают наше традиционное начало, это подведение итогов по нефти и рублю. Что касается бренда, откройте, пожалуйста, графики, посмотрите. Актуальные котировки 56-54, мы видим то, что черное золото продолжает корректироваться вниз, находиться под серьезным фундаментальным прессом. И если мы вспомним тот интересный макроэкономический фонд, который сейчас характерен для нефти, это, помните, прошлые отчеты по запасам сначала от ОПИ, а потом уже от Минэнерго США. Сейчас в целом мы прекрасно понимаем, что даже несмотря на сигналы и статистику, свидетельствующую о сокращении запасов, нефть все равно продолжает находиться под давлением. И логичный вывод напрашивается сам собой. Значит, сейчас на рынке присутствуют куда более емкие фундаментальные идеи, не позволяющие черному золоту сейчас акклиматься и двинуться, скажем, выше 57-58. Конечно же, главная фундаментальная идея в связи с этим связана как раз с недавним соглашением между Западом и Ираном по поводу возможности снятия финансово-экономических санкций. Это просто настоящая фундаментальная бомба. Я думаю, что до тех пор, пока, как я уже неоднократно отмечал, мировая экономика не создаст условия для того, чтобы мы переключились на возможные оптимистичные, скажем, выводы касательно потенциального роста, которого сейчас нет. Я думаю, что этот фонд будет лишь еще больше усиливать текущую аэросинхронизацию, расхождение между спросом и предложением. То есть, мировая экономика затухает, это очевидно, спорить с этим не нужно. Может быть, локально, конечно же, мы, если зададимся целью, найдем какое-то подтверждение роста. Но в целом, все-таки объективно, давайте посмотрим на Китай, радоваться нечему, напротив, статистика слабая, макроэкономические данные постоянно с каждым месяцем становятся все хуже и хуже, а в перспективе кварталов это уже пахнет самой настоящей тенденцией, указывающей на еще более глубокие и серьезные риски. Поэтому на прежний спрос надеяться пока не приходится. И при этом страны, которые, в принципе, могли бы повлиять на текущую экономическую конъюнктуру, прежде всего на процессы ценообразования касательно нефти, достаточно снизить объем производства, то цены бы стабилизировались. Может быть, рынок даже двинулся к прежним высоким уровням, там 70-80 долларов за баррель. Хотя те же самые уровни 80-90, мне кажется, это уже, скажем, те хаи, которые в истории, уже цикл таких суперцен на нефть закончен. И я думаю, что по мере развития альтернативных источников энергии, в принципе, на актуальные текущие котировки будет оказано еще большее давление. Поэтому сейчас нефть продолжает тяготеть к более оправданным, логичным, фундаментальным уровням. Они находятся ниже даже тех значений, на которых Brent и WTI торгуются сейчас. Мы делаем ставку на очевидную слабость мировой экономики и постоянное увеличение объемов производства со стороны нефтяного картеля. И вот сейчас говорим уже о подключении к общим объемам перепроизводства еще дополнительного игрока Ирана, который может добавить на рынок, как я уже отмечал, до 4 миллионов баррелей в сутки. Это примерно в 4 раза больше, чем те объемы, которые Иран поставляет сейчас. Поэтому, ребята, наша цель 55 пока остается такой основополагающей, железобетонный. Планомерно Brent спускается к этому рубежу, остается еще, по сути, полтора доллара. Я думаю, что это вопрос ближайшего времени, потому что уже неоднократно оценная и дневная волатильность показывала то, что нефть может легко потерять 5-6 процентов, может быть, даже больше в рамках одной торговой сессии. Продолжаем смотреть по Brent вниз. 55 – наша цель. Что касается рубля, тут, разумеется, понятно. Если мы обозначаем коррекционные настроения по Brent, значит, ждем такого же пинка для российской валюты, поскольку, как ни крути, рубль по-прежнему зависит от цен на энергоресурсы. И я думаю, что ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько десятков лет. Поэтому, если по нефти мы уже сделали ставку на еще большую и более глубокую коррекцию, значит, и российской валюте также придется тесниться против основных конкурентов. Кроме того, против рубля еще и действует центральный банк, который держит руку на пульсе и, разумеется, задействует все возможности в плане механизмов интервентного регулирования для того, чтобы как раз компенсировать снижение цен на энергоресурсы за счет легкого, хотя, в принципе, он не совсем легкий, но витка девальвации рубля. Это что касается долгосрочных инвестиционных идей. Что касается долгосрочных инвестиционных идей, то здесь я предлагаю уже переключиться на незначительное все-таки укрепление российской валюты. С чем это связано? Прежде всего, с налоговым периодом, который, в принципе, вот уже не за горами начнется. Напомню, что летние периоды традиционно характеризуются полученным спросом на рублевую ликвидность, значит, это высокие объемы конверсионных сделок, разумеется, должны привести к локальному укреплению курса рубля против основных конкурентов. Также стоит отметить в качестве позитивного фактора это снижение напряженности ситуации на юго-востоке Украины. Еще раз отметим, что хорошо, если действительно условия для мира будут достигнуты, стороны начнут исполнять и реализовывать положение и параметры Минской дорожной карты, и, наконец-таки, в этом регионе воцарится мир. Конечно же, все этого хотят, и мы также. Для российской валюты это еще один фактор несомненного позитива, локального укрепления, поэтому сейчас, опять же, еще вкупе с наступлением налогового периода у нас получается своеобразный дуплет, который будет локально-локально, это ключевое слово, как осрочно оказывать поддержку рублю. И, в принципе, не исключаю, что в связи с этим рубль может против доллара снова вернуться в район 55. Но после, скажем, завершения налогового периода я советую, и, в принципе, в ходе брифингов я еще, конечно же, обозначу этот момент, мы переключимся уже снова на наши долгосрочные инвестиционные идеи, предопределяющие возможности еще большего ослабления рубля и движения в район 58-59. Что касается евро-доллара, тут вкратце давайте пробежимся по тому новостному фону, которого мы придерживались многие недели, это Греция. И что у нас сейчас имеется по Греции? Сделка, наконец-таки, по сути, достигнута. Греция представила тройке кредиторов те инициативы, предложения, реформы, которые их устроили. В свою очередь, тройка кредиторов согласилась предоставить инициировать запуск программы, третьей программы финансовой поддержки. Что касается подводных камней, на которые мы делали ставку, это согласование мер в рамках греческого парламента, потом уже согласование возможности предоставления финансовой помощи в парламенте Германии, номинальное списание общего долга. И здесь есть, конечно же, позитивные факторы, поскольку, разумеется, я уверен, вы уже знаете, что парламент Греции одобрил эти меры, парламент Германии также не против предоставить ликвидности, но с одним условием, что это последний раз, когда Германия спасает Грецию. Почему? Потому что Германия, на самом деле, действительно уже устала предоставлять колоссальные средства, и Германия делает ключевой вклад в любые фонды, которые закладываются в основу спасения и реанимации проблемной страны. В данном случае это Греция. Спасались за последние несколько лет, точнее, даже с 2011 года уже раза 3-4, так серьезно списывали долги. И сейчас, если посмотрим, в принципе, на позицию стран Евросоюза, да и если обратимся, опять же, к нокау страстей в связи с последним разрешением и достижением соглашения с Грецией, совершенно очевидно, что сейчас уже все больше стран против таких радикальных мер и против таких, скажем, лояльных решений, которые принимаются в отношении проблемным государством. В данном случае сейчас Греции снова предоставили большой транш кредитных средств. Позитивным фактором выступает то, что Греция вчера исполнила свои с опозданием обязательства, конечно же, перед Международным валютным фондом. И без обознания, в частности, вчера был назначен платеж перед Европейским центральным банком на 3,5 млрд евро. Также этот долг погашен. Поэтому Греция пока зеленый свет, живет, банковская система запущена. Правда, лимит на снятие наличности еще установлен 60 евро в сутки. Но я думаю, что снятие – это вопрос времени. Поэтому сейчас давайте благополучно уберем Грецию на десятый план и переключимся. Хотя десятый план, наверное, это слишком. Все-таки нужно понимать, что последние события создали риски стабильности для экономической системы. И сейчас эти риски начинают по цепной реакции распространяться буквально по всем странам Евросоюза. И какую бы страну мы сейчас не рассматривали в плане серьезных основополагающих решений касательно монетарного курса, то везде мы сможем увидеть такую легкую сноску, ссылку на то, что ситуация в Греции создала угрозу для экономической стабильности. И пока эти угрозы не актуальны. Но мы сейчас переключаемся на более интересный фундаментальный фон касательно Евросоюза. Это возможность расширения программы количественного смягчения. И я считаю то, что эта идея будет ключевой, основной, определяющей. И идеей, которая в итоге отправит евро-доллар в район 1.05, это как минимум. Если мы посмотрим на, опять же, большинство прогнозов со стороны инвестиционных банков, то уже никто не сомневается в том, что до конца, может быть, даже этого года будет зафиксирован паритет по паре евро-доллар. До этого уровня остается еще 800 пунктов. Текущие актуальные котировки 1.08 с небольшим. Мы прекрасно видим то, что евро находится под серьезным давлением. Это давление оказано на главный валютный риск со стороны роста американской валюты и со стороны как раз ожидания более агрессивного выкупа актива со стороны Европейского центрального банка. Оправданы ли эти ожидания? Я считаю то, что да. На прошлой неделе в четверг состоялась конференция руководителя ИЦБ Марио Драги, где он весьма недвусмысленно дал понять, что при необходимости, при дополнительных рисках на уровне дефляционного давления, точнее дефляционного давления, ИЦБ примет решительные меры касательно расширения программы количества смягчения. И эта программа может быть увеличена на несколько миллиардов евро в месяц, которые пойдут на покупку облигаций. Для евро это серьезный фактор давления. Если мы опять же обратимся к тому, что было несколько недель назад, когда только поднимались спекуляции, возникали спекуляции на тему расширения программы QE, одни только слухи вербальной интервенции, некоторое время назад привели к коррекции евро-долларов больше, чем на 300 пунктов. И сейчас это уже по сути не слухи. Сейчас все больше трейдеров, инвесторов, которые следят за будущим евровалютой, прекрасно понимают, что без меры экономической поддержки, в принципе, уже не обойтись. Тем более, что инфляция за последние полгода, когда действует программа количества смягчения, так и не смогла нащупать достаточные основания для роста и уже снова вернулась к нулевой отметке в месячном эквиваленте, то есть оказалась буквально в одном шаге от дефляционной пропасти. Я считаю то, что если ИЦБ запустит программу количества смягчения в еще больших объемах через месяц, это не вызовет ни у кого вопросов. Самое главное, чтобы мы были готовы к этому и уже сейчас принимали верное решение касательно возможной, более высокой вероятности коррекционного будущего евро. Каткосрочная цель давайте пока 1.05 оставим для долгосрочных трейдеров. Что касается средних и каткосрочных инвесторов, то уровень 1.07, то есть до этой отметки 100 пунктов, неплохая цель, может быть даже до конца этой недели. Идем дальше. Доллар японская иена. Здесь также все, я думаю, очевидно, понятно для тех, кто смотрит наши брифинги каждый день. Мы делаем ставку на усиление позиции американской валюты. Откройте графики, посмотрите. На текущий момент USD иена уже торгуется выше уровня 124. Наверное, актуальные котировки 124.40. Вчерашний хай 124.37. И что же стало причиной такого стремительного роста доллара? Во-первых, это рост доходности американских трежерис. Это очень серьезный фактор поддержки, поскольку совершенно очевидно, сейчас именно эти бумаги будут показывать самую высокую доходность, поскольку растет привлекательность активов, номинированных в долларах. Мы знаем то, что в случае ужесточения монетарной политики вырастет курс российской валюты. Это знают и те, кто делает ставку на трейдинг на облигационном рынке. Что касается других, скажем, конкурентных активов американских трежерис, прежде всего хочу сделать ставку на немецкие бумаги. Здесь уже доходность снижается, потому что все прекрасно понимают, валютный блок испытывает серьезные проблемы, и лучше уже держаться подальше от этих рисков и уходить, перекладывать свои средства в те активы, которые, в принципе, характеризуются и символизируют надежность, гарантию и безопасность. Это как раз и в том числе немецкие облигации. Поэтому там доходность снижается, поскольку на них есть повышенный спрос. А вот что касается американских, то факт роста доходности этих бумаг выступает для нас еще дополнительным фактором усиления позиций американской валюты и готовности к тому, что ФРС повысит процентную ставку до конца этого года. Все было бы ничего, если бы мы делали вот эти поверхностные выводы на основании статистики, которые публикуются в последние дни. Но у нас есть практически железобетонное подтверждение того, что ФРС находится буквально в одном шаге от столь долгожданного решения, поскольку на прошлой неделе руководитель Федеральной резервной системы Джанет Йеллин сообщила о том, что, учитывая текущее состояние американской экономики, уже на рынке, в принципе, созданы достаточные основания и условия для этого долгожданного решения. И Джанет Йеллин отметила, что ставка будет повышена до конца этого года. С рынком труда сейчас проблем нет, тем более, если мы посмотрим на прошлый четверг и динамику заявок на пособие по безработице, снова показатель ниже 300 тысяч, а значит, такими темпами двигаемся к целевому показателю в 5%. Есть небольшие затруднения с инфляцией, поскольку даже рост заработных вклад сейчас находится на среднем медианной оценке в 2%, но это тоже неплохо. Что касается инфляции в целом, то в прошлую пятницу у нас была возможность проанализировать актуальную статистику, мы увидели то, что годовой показатель уже находится на уровне 0,1%. Конечно же, очень скромный прирост, но это первый прирост, первая положительная оценка с начала этого года. И может быть, это как раз тот самый сигнал того, что есть основания для потенциального разгона уровня инфляционного давления. Тем более, что Йеллин также ясно дала понять, что единственная причина, по которой инфляция до сих пор не достигла, не приблизилась к своим целевым значениям в 2%, это сезонные факторы. Такие же сезонные факторы оказывают давление на текущие показатели по темпам экономического роста. Поэтому сейчас в целом у нас достаточно оснований, какой бы сектор мы не проанализировали, того, что ФРС готов к тому, чтобы начать вот это постепенное, последовательное ужесточение монетарной политики и повышение процентной ставки. Поэтому ждем это решение до конца этого года, хотя сейчас по мере выхода хороших макроэкономических данных, напомню, что еще на прошлой неделе индекс цен на жилье составил 60 максимум за 10 лет, все большее количество спекулянтов, трейдеров и инвесторов делают ставку на то, что это долгожданное ужесточение может произойти даже не в декабре 2015 года, а может быть даже уже в сентябре. Еще раз напомню, что есть даже представители ФРС, голосующие члены, отмечающие, что до конца этого года мы увидим двукратное повышение ставки. Это в сентябре и в декабре. Мы, конечно же, пока такого оптимистичного заявления и таких оптимистичных ожиданий не разделяем, хотя бы дождаться одного. Ну и этого будет уже вполне достаточно, чтобы придать еще большее ускорение американской валюты и поспособствовать росту USD-иены выше уровня 125. До этой цели остается еще несколько десятков пунктов, там чуть больше 50, но мы прекрасно понимаем, что учитывая волатильность последних дней, в принципе, это расстояние может быть пройдено за несколько часов. И как только сопротивление 125 превратится в поддержку, будем ставить уже новые цели. Еще пару слов хотел сказать про канадскую валюту. Откройте, пожалуйста, графики USD-CAD. Напомню, что мы делали очень такую затяжную, долгосрочную инвестиционную идею касательно возможности ослабления канадской валюты и предлагали покупать этот тандем валютных активов USD-CAD с уровня еще 1.20. Когда пара торговалась на уровне 1.23, я помню, что у нас были комментарии касательно того, что оснований для роста нет, пара пойдет только ниже, канадец найдет основания для роста. Это было, конечно же, совершенно безосновательное заявление. Мы делали на эту ставку, отмечали, что как ни крути, но в связи со снижением цен на энергоресурсы, главный экспортный товар для Канады придется, скажем, прибегнуть к дополнительным мерам экономического стимулирования, к дополнительным шагам поддержки со стороны монетарных властей. И для Канады это смягчение монетарной политики, снижение процентной ставки. То есть на прошлой неделе дождались этого решения. Ставка снижена на 25 базисных пунктов с 0.75 до 0.5. И, соответственно, по факту реакции на это событие, канадец потерял около 200 пунктов. И уже к концу недели вернулся, точнее, достиг уровня 1.30. Это наша долгосрочная идея, которая, в принципе, зафиксировала профит в 1000 пунктов. Я думаю, что те, кто воспользовался ей, уже в очень хорошей прибыли. И мы рады за это. Что касается дальнейших целей, здесь можно взять небольшой перекур. Конечно же, посмотреть за тем, что будет с нефтью дальше, поскольку 1.30 уже является достаточно крутым значением для этой валютной пары. Но поскольку все-таки мы делаем ставку на усиление позиций американской валюты, я думаю, что USDCAD все-таки пойдет еще выше. И следующая цель может уже оказаться в районе 1.32. Что касается других монетарных банков, здесь стоит анализировать ситуацию следующим образом. В данном случае Банк Канады, по сути, создал нам хорошие условия для того, чтобы проанализировать ситуацию с потенциальными действиями других мегарегуляторов. В данном случае я хочу сказать про такие же страны, которые также сильно зависят от экспорта сырьевых товаров. Это Австралия и Новой Зеландия. Поэтому, в принципе, уже сейчас, как бы голословно это ни было, я хочу, чтобы трейдеры-инвесторы начинали готовиться к тому, что и в Австралии, которые зависят от цен на железную руду, готовились к снижению процентной ставки. И те, кто торгует новозеландской валютой, также ожидали еще, скажем, неоднократного даже снижения ставки. Напомню, что в эту среду, поздним вечером, можно даже сказать, в четверг будет очередное совещание по монетарному курсу. И я допускаю, что уже как раз со среды на четверг резервный банк Новой Зеландии может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если это произойдет, то новозеландец, он уже находится под давлением, продолжит двигаться еще ниже, и в качестве следующей долгосрочной цели может оказаться значение 0,62. Что касается австралийца, то мы уже видим, как австралийц оказался ниже уровня 0,75 против доллара, и давление на австралийский доллар будет оказано и дальше, опять же, в ожидании новых мер экономического стимулирования. Что касается цели по австралийцу, то почему бы не поставить значение 0,70? Как раз туда эта пара и идет. Сегодня были опубликованы протоколы ранним утром. Что касается интересного по факту этих протоколов, здесь лишь еще раз подтвержден факт того, что до сих пор австралийская валюта считается очень дорогой, до сих пор она создает трудности для национальных производителей. По-прежнему австралийская экономика нуждается как раз в этих самых мерах экономического стимулирования, и как раз, еще раз повторюсь, этой мерой экономического стимулирования может оказаться потенциальное снижение процентной ставки. Тем более, что Австралия испытывает еще серьезные проблемы с объемом капиталовложений, инвестиций в экономику, серьезные проблемы с сектором услуг, не говоря уже про завершение бума в горнодобывающей промышленности, но и не такие уж, скажем, сладкие времена переживает рынок труда. Поэтому вкупе австралиец у нас сохраняет очень неплохой импульс для коррекции, я советую воспользоваться им. Что касается кодового слова на сегодня, то поскольку уже сделал ставку на протоколы, давайте в качестве кодового слова сегодня и возьмем протоколы. Еще раз напоминаю, что величина дополнительного бонуса плюс тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании, на сегодня это 5%. Рекомендую воспользоваться этой прибавкой к депозиту на пополнение. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание, ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале Амаркет, оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания!